В Киеве во время тревоги детей не пускали в укрытие, детали скандала. В Киеве 14 декабря двоих детей не пустили в укрытие. Это произошло в Светошинском районе столицы, об этом сообщает РБК Украина, проект «Эстейлер», со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, детали скандала в Киеве. Во время тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в школе в Светошинском районе. Увидев, что школьники были с собакой, охранник не пустил их в безопасное место, несмотря на очевидную угрозу, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Светошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению, ч. 1 стакан 135 УК Украины, досудебное расследование осуществляется Светошинским управлением полиции ГУНП в Киеве. Напомним, общее количество защитных сооружений, в том числе простейших укрытий и двойного назначения, в Киеве на сегодняшний день составляет более 4000 объектов. В них люди вправе спокойно попадать во время воздушной тревоги, что известно о детях. Журналист Татьяна Даниленко сообщила, что в прошлом году отец детей Юрия Овчинников погиб в Запорожской области в составе СО «АЗОВ», мама была уверена, что дети Саша и Богдан в безопасности, потому что они набрали ее, находясь возле укрытия, когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама-любовь вынуждена была раньше уходить с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации, директор заверила, что по-другому действовать школа не могла, а вдруг у других школьников аллергия на собак, приехала полиция, у которой мама прямо спросила, кто был бы виноват, если бы с детьми произошло непоправимое. Правоохранители разводят руками, сообщила Татьяна на Фейсбук. Ранее мы показывали противорадиационное укрытие за 16 миллионов гривен, которое обустроили в Киевской области, смотрите также, как выглядит укрытие в подземелье 16 века в Луцке.